Приветствую вас, друзья мои. С вами я Зоя Климюк. Харитонов. Харитонов Николай Михайлович. Это коммунистическая партия, хотела сказать, Советского Союза, Российской Федерации. И это кандидат в президенты России. Кратенько хочу рассмотреть его продвижение по штрих-коду и немножко посмотреть матрицу. Ну и, конечно, в конце, скажем так, вердикт, будет он президентом или не будет. Итак, матрицу всю не буду рассказывать, это лишнее. Скажу только, что до 72 лет, а ему сейчас уже 75 лет. Ну, после 48-50 лет он до 75 находился в периоде обнуления. Это такой период достаточно большой, очень большой. Он уже, как говорится, дошёл до края жизненного пути, простите, и пошёл на другой виток. В принципе, в принципе, неплохо, неплохо он знает, как надо жить, как надо действовать. Но, к сожалению, у всех у нас есть свой срок. Вот эти кармические четвёрки у него есть в штрих-коде. Они, конечно же, мешают, будут очень сильно мешать. И закрытость, которая у него была по судьбе где-то после... То есть это не закрытость, а это принадлежность или же работа в неких закрытых, может быть, обществах. Может быть, это та же партия коммунистическая. Но человек, в общем-то, нарабатывал, нарабатывал опыт. Сложно было, потому что это и учёба, это и некие подсознательные моменты. Процессы, которые он получал, было сложно. Но после этого, как я ещё раз повторюсь, после 5-10 лет попасть в период обнуления практически до 75 лет, а ему сейчас около этого, наверное, даже есть уже 75, это очень достаточно сложный период. Но, в крайнем случае, всё то, что мы наблюдаем с момента распада Советского Союза, в общем-то, очень даже это всё просматривается. Но, в крайнем случае, Советский Союз мог давать ему некую такую блокировку, как бы. Может быть, невозможно было подняться на поверхность. Ну, а здесь по обнулению он всё-таки поднялся. Было много у него и плюсов, и минусов. У человека огромнейшие знания. На что способен Харитонов? Что ему дано? Ему, я скажу мягко, возможно... А вот человек уже прошёл достаточно большой жизненный путь. Духовное прозрение. И за период вот этого жизненного пути у него всё-таки происходило и будет ещё происходить алхимия души. Я буду проводить аналитику со штрих-кодом. Сейчас ему около 75, вернее, даже 75 лет. Он пошёл на другой виток жизни, как бы, я говорю, закольцевался. Это хороший период, это тот период, когда человек знает и понимает, как надо, как правильно. Почему? Потому что человек получил огромный опыт. Огромный опыт. Просто огромный. По судьбе очень много дано. Тем более, что он родился накануне солнечного затмения. А солнечное затмение очень сильно влияет на судьбу. И, как ни странно, выборы тоже происходят накануне затмения. То есть, выборы 15, 16 и 17 марта, а затмение 25 марта. По большому счёту, за неделю до затмения происходят выборы президента России 2024 года. Значимое, достаточно значимое и сильное событие именно в жизни Харитонова. Пожалуй, уделю немножко времени и скажу, что тотемным животным Харитонова является корова. Мирно пасущаяся, дающая молоко. Она очень спокойная, добрая, покладистая. Ну, вообще, это говорит о том, что человек вносит гармонию, красоту, которая спасает мир. Он устойчив, особенно он устойчив в непротивлении злу насилием. Устойчив в непротивлении злу насилием. Кстати, чем гармоничнее и красивее его жизнь, тем неуязвимее он будет для зла. Неприятности его просто обходят стороной. Ему везет в деньгах, он делится деньгами, чтобы меньше вокруг было, например, голода, страданий. Он заботится о тех, кто сам не может себя обеспечить. Например, о животных. Это характеристика тотема коровы. А корова – это священное животное в некоторых странах. Это высокая программа. Ну, а низкая программа или антитотем – человек злобный, жадный, взрывчатый, бешеный такой черный носорог, тупой, упрямый, непробиваемо толстокожий, мстительный, ни во что не верящий и наглый жлоб. Как вы думаете, по какой программе живет кандидат в президенты 2024 года Харитонов Николай Михайлович? Пишите в комментариях, каким вы его видите. По судьбе ему дана мягкость, большая любовь, хорошая семья, дом. Кстати, возможно, много детей. Блад, конечно же, покровительство. Он доволен своей жизнью. Он умело организовывает дело. Ему помогают некие тайные силы, организации. Правда, он может быть вовлечен в масонство, друзья мои. И здесь есть опасность эмиграции. Человек склонен уходить в себя. Часто бывает одинок. Я бы сказала, чуждается нормальных контактов. Находит самоутверждение. Работать может и в госпитале, и в приютах, и в местах физического, духовного какого-то уединения. У него есть указания на некую тайную деятельность. Может иметь очень сильных тайных врагов. Или же... Или же, друзья мои, или же... Я вот несколько раз уже повторила. Или же, или же... Такое очень часто бывает у всех у нас. Он может бессознательно быть своим собственным врагом. Я не случайно сделала акцент на этом. Если захотите, сможете разобраться именно в этом. Тогда вы, мы все можем решить достаточно глобальные личные проблемы. Потому что быть личным врагом, такое очень часто встречается у всех нас. Человек обаятелен, есть духовная проницательность, талант руководить, творческие силы. Ему открыты высокие духовные источники. Кстати, многие приходят ко мне за матрицей, чтобы узнать, что им дано по жизни. Что касается Харитонова, то ему дано очень много. Кстати, в делах это реалист. Он честен, строг, лоялен с друзьями. Большие политические амбиции. Я бы не сказала, что эти амбиции присутствуют постоянно. Часто, часто бывают, проявляются, скажем. Желание и способность брать на себя ответственность. Человек осторожный, осмотрительный. Именно осторожность и осмотрительность обеспечивают ему хорошее здоровье, сохраняют заслуги, которые добыты тяжелым трудом. Присутствуют у него интуитивные озарения. Он изучает оккультизм. Он хороший астролог. Сильная воля, готовность экспериментировать в новых областях знаний. Это новатор, изобретатель, реформатор, гуманист. Смотрит на все живое, как на единое целое. Кстати, может выступать за общее братство, что весьма приемлемо для коммунистической партии, то есть для КПСС. Я бы сказала, что этот человек неконфликтный. У него такое желание иметь хорошо сбалансированную обстановку вокруг себя. И это настолько сильно, что ему удается избегать любых столкновений. Он избегает любого проявления сильных эмоций. Он идеалист. И вообще предпочел бы видеть мир в таких мягких пастельных тонах. То есть жить с людьми в мире и согласии. Он умеет дружить с самыми разными людьми, проявляет внимание, заботу об этих людях. У него к этому подлинный талант. То есть человек в этом направлении весьма талантлив. Вокруг него много интриг, зависти, раздоров. Могут быть и необдуманные поступки. Например, он очень ревнив. Может быть, это было по молодости. Вообще ему по судьбе ни в коем случае нельзя враждовать законом. Потому что он всё равно проиграет и будет обвинён, например, ни много ни мало, а по приговору суда. И есть предупреждение об опасности от диких или домашних животных. Он хороший психолог. Имеет живое воображение. Интерес есть к мистике, к парапсихологии. Даже, может быть, писал какие-то материалы, может быть, сочинения на эту тему. Кстати, может быть, может даже проявляться ясновидение, телепатия, пророчество. Именно здесь мне вспомнился Жириновский. Одно из достоинств, которое заслуживает особого внимания, это способность видеть обе стороны медали. Достигнуть компромисса. Примирить стороны. Сделаю акцент на том, что он способен примирить стороны какого-то конфликта, которые придерживаются противоположных точек зрения. Он тактичен, он благоразумен, легко общается с людьми. И, кстати, как на производстве, так и в личных отношениях он ровно, спокойно может вести как переговоры, разговоры и в целом, ну, это его стиль по жизни. Человек объективный. Кстати, из него бы получился прекрасный консультант, умелый посредник. Например, литературный агент, может быть, даже импресарио. Представитель по делам журналистики, печати. И он всегда стоит за честность и стремится к тому, чтобы между людьми устанавливались гармоничные отношения. Или, по крайней мере, мирное сосуществование. Он умеет и любит даже тяжело трудиться, во многом готов себе отказывать. Вообще, ему по судьбе должна быть доверена особая миссия, ну и вознаграждение должно быть тоже удовлетворительным. Вообще, для него работа словно молитва. И он, кстати, никогда не ворчит из-за работы. Он любит, он умеет трудиться. Но есть один минус, особенно что касается карьеры, реализации. Это отсутствие энергии. Ну и в целом, жизнь, она всё-таки не оставляет следа. Вообще, надо быть ему крайне осторожным. Надо следить за здоровьем, потому что можно и стать инвалидом. Конечно же, общественное положение даёт ему богатство. По судьбе хороший брак должен быть у него. Хорошие дружеские отношения с начальством, влиятельными людьми. Успех имеют у противоположного пола. Кстати, именно это помогает его карьере. И есть большая поддержка. Именно он умеет ладить с женщинами. Они его поддерживают. Может жениться на своей работе, ну в кавычках, конечно. То есть уделяет карьере больше внимания, чем своей личной жизни. Это прирождённый хозяин, дипломат. Как личность, может быть и агрессивный, может выходить из себя. Это человек, который требует абсолютной личной свободы. Он не терпит вмешательства в свои дела. Несмотря на то, что энергии всё-таки у него для жизни маловато. Понимаете, сейчас объясню. Но у него есть какая-то сверхъестественная энергия, которая может исцелять. И он мог бы заниматься оккультизмом. Я думаю, что он этим и занимается, может быть, неосознанно. Обладает ясновидением. Имеет сильный личный магнетизм. Умеет вести тайные, закулисные дела. Умеет обходить препятствия. Кстати, он хорошо контролирует свои чувства. Видит людей насквозь. Его трудно обмануть. Но вечное разочарование в делах. И это может приводить к некой мрачности, плохому настроению. Чистолюбивые планы чаще разбиваются, чем реализуются. Что касается выборов, он кандидат в президенты, то здесь есть вероятность того, что он получит достаточное количество голосов. Но это достаточное количество голосов не даст им возможности быть президентом. Скорее всего, что он, скажем, поддержит действующего президента. А вот выйти или же высветит его судьба где-то уже к середине 25-го года. Вот там что-то у него должно поменяться. Там его судьба начнет поднимать. Если бы выборы были в 26-м году или в 2027-м, я думаю, что у него бы были какие-то шансы на президентство или же на какой-то пост. Но так или иначе, я думаю, что мы о нем еще услышим. Я не буду говорить о том, что он может быть преемником президента или задействован еще в каких-то сферах власти. Но из власти он пока не уйдет. Хотя есть очень много указаний на то, что он, возможно, он где-то будет рядом с действующим президентом. Такая вероятность есть. Есть также вероятность того, что могут произойти какие-то не совсем хорошие события в семье. И уже с мая 24-го года, практически до осени, для него может наступить достаточно тяжелый период. Это и болезни, это и депрессии. Ну, поживем, увидим. Что касается анализа, который я сделала, он, конечно же, краткий. И я должна сказать, что достаточно насыщенная у него матрица судьбы, несмотря на то, что я схватила только вершки. И обращаю ваше внимание, что вы можете заказать у меня матрицу, то есть анализ личности вместе со штрих-кодом. А потом, проанализировав свою матрицу, при желании прийти ко мне на обучение. Но в рамках тех программ, которые у вас заложены по судьбе. Почему? Я не хочу, чтобы ваши программы конфликтовали и создавали проблемы вам по жизни. Пожалуйста, подписывайтесь, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Конечно же, будет интересно, что вы думаете конкретно о кандидате в президенты от КПРФ Харитонове Николая Михайловича. Узнали ли вы его? Может, вы что-то знаете? То, чего или о чем я не сказала. Всем мира, добра, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok